Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и ватсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, а у нас продолжается марафон роликов на канале Футбол Это Жизнь. Как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий видеоролик, так что дерзайте. Ну что же, играем против Краснодара, против ПСЖ, Сочи. Ну и интересно узнать, с кем еще мы встретимся, с Динамо Москвой. Вот, поэтому соперники действительно сегодня серьезные. Я не знаю, придется мне, наверное, ратировать состав с игрой в Краснодаре, потому что дальше нам снова предстоит вылетать в Париж и противостоять вот этой той команде, которую мы проиграли в финале Лиги Чемпионов, а здесь мы встретились сразу на стадии 1-8. Так, ну, рискну выпустив Лунева, что еще я могу здесь рискнуть? Дугласа Сантоса с Караваевым могу выпустить без проблем. Эл Веди, он у меня как бы и так стартовый, поэтому пусть тогда Аки лучше стоит. Вот, рискну Бариуса выпустить. Приходится мне вот вместо Клюверта выпускать Брюси, но это ни в коем случае никакой не риск. Гринвуда готов я выпустить. Ну и давайте Чалова вот так вот. То есть вот таким составом мы выходим. В любом случае все игроки на скамейке запасных могут выйти, поэтому, если что, ратируем. Краснодар против Зенита. Поехали. Итак, Краснодар Стадиум. Российская премьер-лига. Первая строчка играет против третьей. Интересный матч нас сегодня ожидает. Предстоит увидеть. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Дрюси. И как же шикарно Себастьян Дрюси перебрасывает. Матвея Сафонова. Вроде же Сафонов у них сейчас на воротах. 35-ая минута. 1-0. Дрюси очень хорошо вывели в эту атаку. Причем Федор Чалов. И очень резко начал выходить Сафонов. Я подумал, ну надо здесь перебрасывать. А он так еще и поселился, думая, что Дрюси пробьет низом. Но нет. Мы выходим вперед на выезде вторым таким составом. Ребята молодцы. Так, а вот здесь опасный штрафной, с которого нам и пробить могут. Поэтому посмотрим. Ну да, здесь прям для прямого удара. Который все-таки и провели. Кто бы сомневался, это Кабелло вроде. Но по такой траектории я не понимаю, почему Лунев сразу туда не вставал. В эту сторону. Ну вот очень обидно опять из-за этих скриптов проигрывать. А у нас финальный сесток. Теряем очки из-за снова скрипта. Из очередного скрипта. Поэтому как-то так. А потом еще будут все спрашивать в комментариях. А почему ты в следующем году переходишь на FIFA, а не остаешься в PS? Вот. Вот он ответ. Контролировали мы игру, но забивает нам Краснодар со штрафного, вот этим скриптом. И мы теряем очки. В любом случае, 4 очка мы лидируем. Над второй строчкой. Замечательно. Итак, по Бернардони. У нас пришло предложение. Да, Бернардони согласен. Ему даже 26 лет. В принципе, я готов был его хоть сейчас бы подписывать, но у меня нет денег в зарплатном бюджете. Поэтому как-то так. Ну вот, Бернардони за всего лишь 3 800 из скромного Анже перейдет к нам. Если вот Лунев, конечно, уйдет в другую команду, то без проблем мы его вот подпишем. Ну что же, у нас очень важная игра. Мы играем во Франции. Парк Де Пренс. ПСЖ против Зенита. Джезус еще замечательно не в лучшей своей форме. Поэтому я даже Шамуродова беру с собой на матч. Все. Вот таким составом мы выходим на матч ПСЖ против Зенита. Смотрим Бояну из Севильи вроде Вратарь, Бернард, Диаллок, Импембе, Маркинес, Гуе, Паредос, Андеррера, Бейли, Кейн, Акампас. Все. То есть сейчас нам бояться здесь некого. Здесь нету Неймара, здесь нету Мбаппе. Но есть Кейн. Будем стараться против него что-то да и придумать. В любом случае, ПСЖ Зенит. 1-8 Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Канами Стэдиум. ПСЖ принимает Зенит. Бывшие финалисты прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов встречаются уже сразу на стадии 1-8 Лиги Чемпионов. И кого-то из этих команд мы не увидим. Для нас это большой шаг. Потому что сейчас у нас получится выиграть ПСЖ и пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. То для нас это в любом случае большой шаг. Видно, что мы прогрессируем, усиливаем команду. И то, что мы вышли в прошлом году в финал Лиги Чемпионов, это никакая не случайность. А случайность, скорее всего, то, что мы упустили победу. И ПСЖ как-то так незаслуженно, но ее взял, эту победу. После выигранной Лиги Чемпионов. Азмун 1-0, отлично. Вот так вот. Пробей. Нет, не стал почему-то Азмун пробивать, но не суть. Мы забили на выезде. Это очень ценится. Это очень нам важно. Так вот, продолжая тему. Мне кажется, что ПСЖ все-таки распродал многих своих игроков после как раз выигранного финала Лиги Чемпионов. И какая передача-то на Федора Чалова. Чалов. И даже Чалов уже забивает ворота ПСЖ. 52-ая минута, 2-0. Зенит обыгрывает ПСЖ на Парк-де-Пренс. Замечательно. Смотрим еще раз этот гол. Кто там, кстати, я не видел, выбивал из ворот. Ким Пембе может. Он даже не выбивал, он просто мяч остановил уже. То есть там вынести, наверное, ему трудновато было. Но гол защита на Федора Чалова 2-0. Малком с мячом набирает ход. И Элдор Шамуродов даже у нас уже забивает. 95-ая минута. Мы громим ПСЖ на их стадионе со счетом 3-0. Отлично, сейчас в контратаку вышли после этого углового. Малком сассистировал на Шамуродово и все. 3-0. Мне кажется, мы уже точно в четверть финале. Вряд ли мы дадим ПСЖ нам забить на Газпром-арене 3 мяча. А у нас 3 удара в створ. Кстати, 3 гола. Ребята молодцы. Чалов игрок матча. Победа в первой встрече. Болельщики недовольны, как играет Элведи. Партей никуда не собирается. Говорят, что в Шанхай СБГ. Может он перейти. Ну, давайте мы сразу Элведи в старт поставим. Все-таки уже говорил, что он получше, мне кажется, Аки. Вот, хоть и болельщики мне довольны. Вратаря нам нашли еще одного. Кепа. 29 лет. Поэтому я как-то не знаю. Ну, нет, уже 29. Хоть и 85-ый рейтинг, но все равно нет. Хотя рискнуть все-таки стоит. Почему бы и не. Давайте попробуем отправить предложение. Там посмотрим, во-первых, сколько он стоит. Потому что, мне кажется, смысла там нет. Они сейчас цену космическую задерут. В 19 миллионов. Но это будет самый у нас дорогой вратарь, из которых мы только выбирали. Поэтому уже будет проблематично даже столько накопить. Так, а у нас сейчас игра против Сочи. Домашние. Они идут ниже 10-й строчки. Поэтому как-то будем сейчас выпускать тех, кто давно у нас не играл. Дадим отдохнуть. Кто играл вот сейчас в Лиге Чемпионов. В Жезу снова. В Жезу снова. С плохой формой Шамуродова. Так что выпустим. Ну, вот как-то так. Караваева можем. Все. Вот таким составом мы выходим против Сочи. Российская премьер-лига. Зенит Сочи. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Сочи. Чемпионат России. Поехали. 1-0. Вы просто посмотрите, как быстро у нас получилось разыграть эту атаку. Четвертая минута. Азмун забивает с делевой передачи от Элдора Шамуродова. И 2-0. Элдор Шамуродов снова у нас забивает. Несмотря на то, что мы ему так мало времени дали в игре с ПСЖ. Он сейчас все-таки вышел в старте. Я ему решил, почему бы и нет. Он за такой короткий промежуток времени смог забить ворота ПСЖ. Я подумал, почему бы не выпустить его сегодня в старте. И вот так вот. Снова он забивает у нас. Он даже больше, мне кажется, забил уже, в принципе, чем Федор Чалов. Хотя Чалов лучше там и выше по рейтингу. И все. Финальный свисток. Сочи там 2-0. Мы обыгрываем Сочи. Азмун и Шамуродов. Авторы забитых мячей. Посмотрим, что у нас по статистике. 8 ударов, 6-4. В Сочи даже не подошли к нашим воротам. Ну и Шамуродов еще и игрок матча. После 21 тура мы лидируем в 4 очка над второй строчкой. Итак, сколько у нас сейчас уведомлений. Здесь сообщений пришло. Бариуса хотят купить. В Баруси Мюнхенгладбах. Отклоняем за 9,800. Хотели его подписать. Но, к сожалению, нет. Кепу согласны продать за 20 миллионов. Поэтому это самый дорогой трансфер. Он самый высокорейтинговый у нас вратарь из всех возможных. Так, здесь нам нашли еще ядовида ДХЭ. 33-летнего снова нет. Райкович. Это лысенький вроде вратарь, если я не ошибаюсь. Да. Ну, кстати, рейтинг 80 нет. Нам бы 80 плюс желательно. Какого-нибудь такого. Поэтому я не знаю. Аудеру. И кепу мы, наверное, давайте сразу отклоняем. Вот так вот, чтобы они пропали. Вот. Ну и пока что поддержим места для Хендерсона и для Бернардони. Хендерсона и для Бернардони. Рибери прогрессирует, говорят нам. Так что отличное решение, что мы его отдали в аренду в Севирию. Жезус попал в сборную месяца. Ну и все. Остальные это у нас игроки молодежки, которые там прокачиваются. Кто-то в арендах, кто-то просто тренируясь на поле. Ну и сейчас у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Мы играем против Динамо. На выезде они идут сейчас, кстати, на пятой строчке. Так, что у нас по составу? Да, вроде все. Таким составом я бы и вышел самым своим стартовым. Динамо против Зенита. Поехали. Итак, ВТБ-арена. Динамо принимает Зенит. Российская премьер-лига. Поехали. И на пустые, как же Габи Жезус сейчас вывел Сердоразмун. И перед самым перерывом Зенит выходит вперед. Отличная комбинация. И 1-0. И все, финальный свисток. У нас очередная победа в сегодняшнем выпуске. Минимальная, правда, сейчас над Динамо на выезде. Но ребята, в любом случае, молодцы. Хорошую победу добыли. Контролировали игру. Жезус, игрок матча. После 22-го тура мы все так же лидируем. Правда, теперь уже в 6 очков над Локомотивом. Итак, победа над Динамо. Высокие ставки на Зазмуна. Чалов может прийти. Глериал. Такие слухи уже пошли. Ну и нам нашли очередного вратаря. Фаринеза из Венесуэлы. Он играет в Лень. 7-25 лет. Но рейтинг 80. Я как бы хотел 80+. Чтобы хорошая уже у нас команда такая собиралась. Ну и так понимаю, это все. Да. Всем, друзья, спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok